Всем привет! С вами Дилмас и Зайчик. Продолжаем. Скоро мы дойдем с вами до четвертого эпизода. Так-то. И я думаю, что это будет что-то с чем-то. А пока что, а пока что, мы приступаем к третьему эпизоду, где-то к концу третьего эпизода. Я решила в прошлый раз остановиться на каком-то страшном моменте. А в частности, где Антон разрисовал ужасно Полину. Я не стала сейчас вставлять это в начало. Просто почему? Просто потому, что там были очень противные гудки. И там была фраза «Гудки ударили по мозгам». Ну, там действительно эти гудки не дали бы нам поздороваться, поэтому я здесь. Потаскуха! Процедил злой голос в голове. Словно зомби, лишенный покоя рассудка, я поплёкся по лестнице. Рассказать бы отцу, попросить его мужского совета. К слову, я забыла сказать. Мы с вами пошли по пути одиночки. Я это узнал только потом. Ну, так интереснее, потому что все выбирали или Ромку, или Полину, а я одинокий, бродяга. Но из-за новой работы его до поздней ночи не бывает дома. Родителям не до меня, если не сказать грубее. Ну, где твоя книжка? Чё-то мне вот это вот вообще всё не нравится. Сейчас будет скримак какой-нибудь, вот инфосудка. А где музыка? Я осёкся, детская была пуст... Оль. Наверное, пробралась ко мне. Давайте... Я зашакал по коридору. Это моя традиция так сидеть. Мне очень страшно. Сиене населяли комнату. Занавеска колыхалась, как будто кто-то хоронился за ней. Я дава себе обещания не закрывать вот так вот себе лицо руками, потому что какой смысл от прохождения? Ну, я не могу, ну, мне прям прям очень страшно. Я улыбнулся, тихо прокрался к окну и распахнул штору. А там не Оля. Попалась! А там не Оля, да? За ткань никого не было. Окно, как экран телевизора, покрывало зимний пейзаж. Фонарь, поле и в самом его центре бредущие фигурки. Алиса и Оля. Опа! Я ахну, прижав кулак к рту, впив все зубами в ку... Чел, а тебе норм, ну ты типа сидишь такой... Ммм, 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 как это Оля. Алиса уводила в чащу мою сестру. Правильно, 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 беги, 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 беги. Понадобилось меньше минуты, чтобы я в торопях оделся и вылетел из дому. Сердце стучало пулеметной очередью. От леса тянуло холодом и смолистым запахом хвои, а где-то в поле трещал мороз. Впереди у калитки маячили две тени. Лишь рост позволял распознать в них мою сестру и девочку-лисицу. Я помчался к забору, слышавой ветер в ушах и ритмичный скрип под подошвами. Фигура повыше шевельнулась и устремилась к чищеве, плавно будто конька бежит по льду. Я замедлил шаг и коснулся очков, чьи-то стараясь вычленить из мрака хоть какие-то детали. Вот сейчас будет скримак, когда я ничего не закрываю, да? Тревога опустилась на плечи, как невесомая снежинка. В животе закопошилась проснувшаяся змея, стало тошно. Я подумала о доме, о хлипкой крепости, позади. Наконец-то настиг сестренку, одетую в одну курточку. А это не сестра, да? Мне кажется, я знаю. Это, по-моему, момент с собой, который я видела, да? Ты видел лисичку? Да видел я с ней, чуть гулять не пошел. Оля, зачем ты вышла на улицу? Потому что я не Оля. То, что я сова. Да, это, типа, вот этот момент, что ли? Сестра замерла к тоге лицом. Ух ты, блин, до нее было рукой подать. Я зачем-то положила зябшую кисть ей на плечо. Наверное, убедиться, что это не сова. Да, это сова. Я знала, он узернулась. В моей сторону торчал острый клюв. Со всех сторон усеянный мохнатый перевес, который складывалась в морду совы. Господи, у меня мурашки. Нечто птичьей маски таращилось на меня. Не узнает. Голос был точь-точь Оля, но за перьями и картоном таился некий... А, картоном, типа, маска картонная. Я рванул прочь, словно меня стегнули ногайкой. Существо маски лишь притворялось Олей, чтобы выманить меня. Я бежал со всех ног, утопая в снегу. Что-то громкость. Дом впереди стремительно увеличился. Желтый снег... Ой. Желтый снег, это плохо, Настя. Но это все же желтый свет в окнах он дарил одежде. Желтый снег, это такой напряженный момент, и я... Там мама, сестра, спасение. За спиной было тихо, как будто никто не гнался за мной. Может, потому что Соба умеет летать? Я уже карабкался по крыльцу, как вдруг краем глаза заметил еще одну фигуру. О-о-о-о, привет, бро! Сверушенный волчок выпал из угольной тени дома, преградив путь. Он двигался дерганно и хаотично, словно приплясывал какой-то жуткий танец. Ага, еще этот хрен, кстати, Ромку сожрал. Но он меня не сожрет. Или корчился в припадке. И пускай отчетливо видел, что в очи морта оглухновенная маска, что-то в судорогах оборотня заставил меня кочанеть. Реженый потерся боком остолок корица и припал на четверинки. Выгнулся так, что позвоночник должен был хрустнуть. Глаза абразины затверкали. Но зверь не нападал. А я уже... А я нападаю! Мне вот это вот не нравится вообще. Ну как бы, ну что это? Боже мой! Он топал вокруг по-пластунски. То трусил. На четырех конечностях. На отвисшей челюсть я перебирал ногами, пытаясь удерживать его в поле зрения. Ну они как бы с нами вроде как должны дружить. Ну по идее, ну мне как-то очень страшно. Хватит скримеров, пожалуйста. Вот это звук. Я уже даже запинаться нечего. Волчок позади, будто забыв человеческую речь рычал. Правая нога застряла в припорошенной лунке. Я выдернул ее, чертыхаясь, и тут же рухнул на землю. Подо мной застрелились зыбучие снега, мешая подняться, упереться во что-нибудь. Но дикая жажда жизни буквально вырвала меня из-за ловушки. Тьма подкрадалась все ближе, напоминая едкий дым погребальных костров. Я снова побежал, вдыхая колючий воздух. Волосы развивались на ветру. Падая, я броню шапку и уши запекло от лютого мороза, пока сам я весь взмок от фото. Поле наконец закончилось. Понимая, что было не лучшим решением мчаться в лес, я юркнул за деревьем. Не останавливаясь, бежал, прикрывая ладонью лицо. Чтобы случайный сук не лишил глаза. В ветви били по одежде, кололи кожу, как мясники, гнавшие скотину прямиком в мясорубку. Ох ты, как отсылочка на четвертую часть, на четвертый эпизод. А, я там уже спойлеров наловила, мне очень страшно. Ух ты. Да, сори, Антош, что тебя перебиваю, ну как бы да. Я параллельно чё? Я читала текст, но параллельно думала. Хрен ли ты дома не остался? Тебя же мать постоянно убивает. Ну, хоть какой-то инстинкт самосохранения. Я понимаю, ты как бы в теории увидел свою сестру там, с Алисой. Я там ещё в передачу очень много животных, зверей. Твой чёрт подери. Ну, сразу дома надо было. И тем более мне ещё... Ну, хватит так орать. Ну, перебиваешь же. Ну, господи, ну. Подумаешь, за тобой гонится целая араба. Подумаешь, я их сама сыпую. Ну, с кем не бывает. Короче. Как успел волк пробежать на крыльцо? Вот так вот сесть и начать ещё и в конвульсиях, в припадках биться. Пока мы шли за Алисой. Ну, типа такой. Ща-ща-ща-ща-ща. Ктожня. Держи его, чтобы не поворачиваться. Оп! Узел, выбившийся из почвы корней, прихватил застал... Ух ты, ё. Я врезался в шершавый ствол, сполз к самому его основанию и в панике оглянулся. Ну, как бы очень, а ты сестру спёрла, которая с собой оказалась. Первым желанием было кинуться к ней и обнять себя. Да почему? Так это что? Стой! Ну, я поборол себя и плотнее притиснулся к сосне. Что ты здесь делаешь? Да вот. А, шапочка, спасибо. Она протянула мне потерянную шапку. Строноходок подрабатываю. Очень счастлива, много власть. Ну, девай, а то уши замёрзнут, а потом, глядишь, и вовсе отвалятся. Ну, чтоб вас, тварь, не слышать. Она хихикнула. Я подозрительно смотрел то на неё, то на шапку. Будто боялся, что в руке Алисы окажется что-то вроде отрубленной головы. Или ещё страшнее. Ну, я тоже, в принципе, ссыкую. Чуть не подавил. Шапка была просто шапкой. Взять. А у меня как будто бы варианты есть. А что за приколы? Зачем вот этот вариант? Да он сейчас скример какой-то будет. Что будет? Взять, конечно. Я забрала, я натянул по самой брови. Я не ответила. Там во дворе были какие-то дети. И что? Покусали тебя, что ли? Ну, почти. Нет. Были близко. Отчего же ты убежал? Ответ был очевиден. Но, покатав мысль на языке, я лишь пробурчал. Не знаю. Испугался. Эх, обещала не обзывать тебя дурачком. Эх, а что ж ты своих зверей-то че угнала? Я обещание исполняю. Да что ты. Она подошла вплотную и взяла под локоть. Я почувствовала запах мят и апельсинов и сгоревших бенгальских огней. Захотелось наклониться к Алисе, чтобы распробовать все тонкости ароматов. Сколько можно повторять? Со мной ты в безопасности. А сколько можно повторять, что я тебя толком не знаю? И вместо того, чтобы тебя узнать, я пошел гулять с Полиной. Я твой друг. Да что ты. И они. Я быстро вернулся туда, куда показывал лисичка. На краю пушки появились дети в масках. По крайней мере, все они были небольшого роста. Волчок, сова и медвежонок. Они фыркали и вздыхали, явно утомившись от бега. Я думал, у Мала, ты в снег провалился. Конечно. Стало снег копать? Нет тебя. У меня все равно мурашки, хотя я понимаю, что сейчас ничего не будет. А я не копал. Не копать было. А ну как получается? Если дурак, то бегай, да копай. А если умный, подожди пока другие набегаются, накопаются и устанут. Уж так дозвать разговор. Как я рад дегенерат. Спасибо. Я все же слушаю такая, думаю, так, ну хорошо, пытаюсь голоса людей узнать. Ну только Семеновский похож на медвежонка. Я теории не знаю, я книжки не читала. Да, в принципе, книжки особой инфы тоже не будет, насколько я знаю, от разработчиков. В общем, такая концентрируюсь, думаю, пугаюсь, у меня все еще мурашки. Вот. И тут как я рад дегенерат. У меня тоже недопонимание. Не обращай внимания, он со странностями. Спасибо. Вау. Будешь остаться с открытым ртом. С бессильно опущенными руками. Не знаю, как реагировать на слова поздних гостей. Я все-таки выдавил подобие улыбки. Вы просто меня напугали. Они начали... О, такая сразу музыка хорошая. Ну не надо, я же знаю, что жопа начнется. Они начали переглядываться, а кто-то даже фыркнул, словно услышал шутку. Да, да, лесоправо! Это он. Нет, это наш. Неужели нашли? Ножайчик. Да, да, похож. Взбесившийся от радости волчок, ничего, махать частью костюма, словно хвостом. К слову, немножко вам поясню. Я не знаю, мне кажется, вы все уже давно прошарены, да я записываю не очень-то и вовремя. Ну, как бы... 18 июня, когда глава вышла 31-го четвертая. Майя. Так вот. Я все заруинила тем, что я... Помните масочку надела? Вот, короче, это пошел путь одиночки. Если бы я дала отпор Семену, как бы, второй раз, тогда, да, у меня бы был путь пойти к Полине и увидеть деда, романтик, блин, и бабочки в животе от Ромки. Или же пойти с Ромкой, и там я уже не совсем все тонкости знаю, но команда Вальтрона, все такое, Бяша, Ромка, все такое, ну, опять же, все такое. Был бы классно, но путь одиночки. Я вот тут вообще спойлеров не ловила, вот тут я вообще ничего не знаю, у популярных летсплейщиков не видела. Я не говорю, что я первопроходец, далеко не первопроходец, но просто вот один из немногих людей, которые пошли на путь одиночки неосознанно, и потом будут уже осознанно перепроходить путь Полины и путь, ну, вот, с Ромой. Ну, это, кстати, намек, ждите, как бы. Так, взбесившийся от радости волчок начал махать частью костюма, словно хвостом. Ну, конечно, ты первый. Это волчек раньше всех почуял зайчиков тебе и рассказал нам. Ну, конечно. Здравствуй. С нашей совушкой ты знаком не понаслышке. Не такая уж она и страшная, правда? Ну, как бы, по долю косила. Да, наверное. А этот улыбчивый бугай, медвежутка. Ты лучше с ним поласковее, а то голову откусит. Мне не нравится, знаете, вот волк, ладно, мы привыкли к его зубам, ну, как бы, как у настоящего волка. Сова, понятно, там, клюв, а народ не открывала. Ну, зачем делать медведю человеческие зубы? Ну, вот я на тысячу процентов уверена, что у реального медведя не человеческие зубы, но это человеческая честь. Зачем это? Да, смотрю, ты чувство юмора где-то обронил. Кто-то юморок у вас разрывно юморишь. Давай. Все еще сомневаюсь в благих намерениях причудливых зверят. Я спрятала руки за спину, стараясь при этом не смотреть на тияющие дыры карнавальных масок вместо глаз. Алиса наигранно подбоченилась и как-то ухитрилась подмигнуть своей рыжей личиной. Когда в следующий раз придем, будем звенеть в колокольчики, чтобы ты не так боялся нашего визита. Ну, а теперь не буду бояться, потому что на вас скримеры вряд ли смогут сделать. А у нас разве есть колокольчики? В чем прикол, когда от головы наклоняетесь? Вообще-то волк так делает. Чур, я звенеть не буду. У меня лапка болит. Ну, не звени. Моя улыбка стала настоящей. О, зубы показал. Это добрый знак. Ну, а тут, смотрю, у вас в целом так и оценивается, ну, какая-то сова из клея выбилась. Не ожидала, что сможем тебя рассмешить. Я думала, это под силу только Диснейленду. Ну, так-то да. Но хрен-то ты знаешь. Откуда ты знаешь? Да так, прочитала кое-где. Ну, я даже догадываюсь где-то. Про меня? Нет, ты что, про медвежутку? По нему прям видно в Диснейленд просит. Про клюв от воробья. Про Диснейленд, Яхонтовый. Яхонтовый. Ты умеешь читать по-человечески? Зря я, что ли, в школу хожу день ото дня? Угу. И она как ядливо запела. Давай. Как детей не замечать, Как мечты их развенчать. Учить в школе, учить в школе, учить в школе. Крепко-накрепко вломить, С детства слабеньких чморить. Учить в школе, учить в школе. Осуждаю. Браво, но осуждаю. Чего ты засмеялся и осторожно засмеялся? Ты и есть слабенький. А почему такой кадр? Не надо. Новые знакомые уже не отпугивали, а напротив привлекали. Было в них что-то особое? И в этой опушке, и в луне, и в снежинках, которые почему-то падали наоборот с земли в темное небо, как на прокрученной задумной перед пленке. Дети в масках приблизились, я ощутил их прикосновения. Они хлопали, дружески трогали мою одежду, словно проверяли, что я настоящий. В их прикосновениях не было звериной злости, лишь чистое, незамутненное любопытство ребенка. Я почему-то сказал про себя. Им можно доверять. Ну, пф. Конечно, можно. Волку с припадками. Снежинки все планировали ввысь. Никто тебя больше не обидит. Ну, да, я знаю, что вы вступаетесь за меня. Особенно про волка наслышано. Драк. Пусть только попробуют. Хорошо. Лиса только пихнула меня в плечо и расплеялась. Что, Тоша, убежишь с муплями или с нами пойдешь? Куда я с вами пойду? А кто сказал, что это уже слабее ходить вообще? Почему я для вас Тоша? Ну, понятно, что ты знаешь про меня. Ну, чё, я Тоша, а вы ее Алиса. А, ну, Алиса это и есть имя. Ой, тупая какая-то вообще все. Ну, хорошо. Но Алиса, ну, это не потому... Это потому, что ты Лиса или не потому, что ты Лиса? Ну, она хрен с тобой. Даже если совпадение. Окей, типа, оригинальность Лиса, Лиса, ну, совпал. Но этот-то для меня медвежутка. Этот-то для меня волчонок. И этот для меня сова. Это для меня не какая-нибудь, там, я не знаю, женские имена. Быстро-быстро женские имена. Это не какая-нибудь Оля. Это не какой-нибудь Серега. А это не какой-нибудь Вадим. Ну-ка, условно. Дорогая, чё я до вас тоже, а не зайчик? Ты меня не уважаешь? Убегу с вопливей. Куда? Куда? На аттракционы. Не, ну на аттракционы я за. Ну, не сейчас, мне мать вклеит. Или сейчас... Только не говорите, что мне сейчас придётся делать выбор, идти с ними или домой. Я хочу домой! В эту секунду далёкий сбок флейта нарушил обманчивую тишину тайги. Прекрасный таинственный он вызывал в памяти звон хрусталя и журчание студеного ручья. Если какие-то сомнения оставались, то песня флейта развеяла их. Я пошёл за новыми друзьями, прежде чем приняли решение. Опа. Вы тут видели? Многие сами переступали, а образованные соснами туннели раздвигались. Кусты кланялись перед нашей процессией. Всё это напоминало сон. Ведь даже поляну, на которую мы выбрались, я видел во сне. Лето, как чудесная птица, парил где-то высоко между тёмных крон. Снежинки, взлетая, закручивались спиралью. Луна окрашивала ветви в серебряный цвет. Алиса зачарованно ахнула, и я разделял её восторг. Задрав голову, я смотрел вверх. О-о-о, красиво как. Согласна. Очень красиво. Полчок одобрительно забыл. Это мелочи. Я покажу гораздо больше. Что ж ты мне такого собираешься показать, а, дорогая? Если захочешь. Хочу. А я хотел. Как сильно я хотела увидеть то, что видела лисичка своими спрятанными в полутьме капюшона глазами. Теперь смущало не то, что дети носили маски, а то, что без маски был я. Точно голый на янтарском ветру. Скажите, а зачем вам маски? Ну, да, я не знаю. Я не боялся, хотя меня и трясло. Дрожь, бывание, от холода, от странного волнения, при искушении чего-то невероятного. А тебе зачем? Ну, в смысле, ну, как-то я немножко из коллектива выбиваюсь. Я дотронулся до прохладной щеки. Но я без маски. Обожаю человеческие сказки. Человеческие ласки? Это по другой ветке, дорогуша. Человеческие дрожжи. Я же говорила, все жители поселка носят маски. Только скрываются за ними одни дни люди. И даже я? Ты такой рассеянный, Антон. Однажды мы уже нашли твои очки. И шапку. Ну, так-то нашли. И твоё настоящее лицо. Я видела маску, которая лиса мне протягивала. Ту самую маску зайчика, похожую на серебряный слиток в луном свете. Я только к вам приехала, какой зайчик? Почему я избранный? Любопытно стало, как изменится мир, если взглянуть сквозь прорези. Но у меня, опять же, выбора нет. Взять. Но вдруг с трудом просочусь сквозь мою дюклей и ты. Меня посетило озарение. Очки, которые они нашли, были у Семёна. Мои новые знакомые наверняка знали, что с ним произошло. Или хуже... А куда подевался Семён? Что с ним стало? И с остальными детьми. Медвежонок и сова переглянулись. Волчок сжался комочком, а лисичка чуть опустила острый носикмаст. Тот, кого держали в клетке. Тот, кто режет мелко-мелко. Тот, кто носит кожаное лицо, забрал их. Он умел бы я креститься, или крестился бы. Хотите сказать, это был человек? Но тот, который по лесу ходит, я уже всё знаю. Чем ты только слушал? Разве можно назвать такого, как он, человеком? Ну, человекоподобный с кожаной маской. Одно слово. Взрослых. В мире взрослых так легко потеряться. А ты не думаешь, что ты тоже вырастешь? Убийцы, жестокие дрессировщики и равнодушные родители. Лучше об этом вовсе не думать, чтобы не грустить. Не знаю, как вам, а мне печалиться совсем не хочется. Ну, я сегодня какой-то негрустный. Да мне тоже печалиться не хочется, но как-то подозрительно всё это. Фонтун, а ты? А? Я вздумался глядя в лес, чтобы определить, откуда доносится звук флейты. Я был уверен, что музыкант стоит прямо за чистоколом сосен. Очень высокий, перебирающий длинными пальцами дырочки в корпусе флейт. Так что, сядем тосковать или займёмся отдыхом? Алиса хотела что-то показать. Давай начнём с самой сладкой части программы. Давай, моя дорогая. Лисичка извлекла из карманов горст конфеты, вручила по очереди всем детям. Зашуршали фантики, тут же запахло ананасом, какао и дыней. Ничего, мне кажется, в конфетах хорошего нет. Последнюю конфету вафельную моя любимая Алиса вложила мне прямо в рот. Язык обволоку пряностью. Казалось, что моё тело покрылось шерстью, по которой пробегали яркие искорки. Замешков я прожевал вафли и шоколад, проглотил их, наслаждаясь вкусом. Спасибо. Благодарность вышла глуповатой, потому что губы мои уже касались маски. Я заметила... Я не заметила, наоборот. Как поднёс её к лицу. От папье-маше исходило тепло, маскали ног, кожей, приятно пощипывало. Так, я нырял после зимней прогулки в горячую ванну и лежал, умурча от пенной воды. Кварьё же! Это твоё! Моё! Чего стоим? За нас веселиться никто не будет! И то верно. Мелодия кружилась по поляне, как вихрь. Но... Ой, что такое-то? Не терпелось выпустить ту энергию, тот жар, которыми меня наполняла чарующая музыка. Ух ты! Сова прыгнула и исчезла высоко вверху. Над головой раздался её смех, а потом она приземлилась обратно, фурча и отдуваясь. Ты так можешь! Попробуй! Я попробовал. Цвет! Ноги оттолкнулись от земли, взлетела ракета к звёздам и закричала частью, видев своих друзей снизу. Мы стали звездными! Ветер помогал мне лететь, словно я скакала на громадном батуте. Звёзды оказались... Ой, какое красивое оформление! Ой-ёй-ёй-ёй! Ой-ёй-ёй-ёй-ёй! Очень красиво! Звёзды оказались яркими блёстками, до которых можно было дотянуться языком, слезнуть. Но она стала ближе, а потом я полетела вниз. Лишь на половине испугался, что сломай ноги, но подошвы твёрдо встали на снег. А чё? Реально всё цветное стало! И все твои мечты станут яви! Я так счастлива! Я ведь! Я ведь забрюсти тебя! Зайчик! С меня с от восторга я понял, главное, эти четверо не причинят мне вреда. Настоящие враги, я чувствовал этой каждой шерстинкой своей маски. Те, кто далёк от волшебства, люди из посёлка. Ещё я понял, что всё вокруг стало... Всё вокруг по-настоящему живую. Услышал, как стонет под снегом сухая трава, повидел, что у деревьев и звёзд есть лица, деревья ухмылялись, а звёзды корчились в страхе. Правильно, бойтесь, я допрыгну до вас. И я щёлкнул зубами, затем закричал ликующий по... и прыгнул одновременно с лисой. Мы полетели выше самых высоких сосен и застыли в воздухе. Я закружился, а лиса закружилась так. Я знал, что она улыбается, и улыбнулся сам. А флейта всё играла и играла, уныся нас ввысь. Эй! Тебя что, заколдовали? Расколдовали, сон, и подумал я, отклеивая подбородок от парты. Парам-парам-пам-пам! Стоп! А с какого момента сон пошёл? Мы, типа, в итоге, вместо того, чтобы читать книгу... Оли... Чуть не перепутал с Полиной. Вместо того, чтобы читать книгу Оли, мы пошли, уснули, нам приснилось вот это всё уху, ага, прыг-прыг-прыг-прыг-прыг-прыг-прыг. И после этого... Нет, а как мы тогда в школе проснулись? С какого момента сон начался, я не поняла! Ты вообще... Ты видела, как я тебя рисовала? Не видела? Вот лучше не видеть. Сколдовали, сон, и подумал я, отклеивая подбородок от парты. О, тюк какой-то грозивый! Мышцы слегка ныли, но это было приятное чувство. Все от чего-то вновь сломнялись по классу, передавали друг другу записки и шушукались. Их физиономии казались выцветшими масками, блеклыми и скучными. Я зимово вспоминаю, как парила саконад лесом, а редус веус Алиса и крепко сжимала мою ладонь. Возможно, и почти наверняка это был сон, потому что из лесу я не возвращалась, а просто дома в кровати обыкновенным утром с чаем и таблетками. Но меня мало тревожило разумное объяснение ночным танцем. Тогда я еще больше не понимаю, потому что... Я хронологию не улавливаю. То есть он хочет сказать, что после этого сна он проснулся дома с таблетками. Но тогда почему сейчас он просыпается не дома с таблетками, а в школе? И почему он в целом просыпается? То есть он... Хронометраж не идет так, что вот он уснул, ему приснилось вот это все, он проснулся дома, он собрался в школу, и он в школе. А этот хронометраж идет так, что он как бы уснул, ему приснилось, он по идее проснулся дома, но он уснул в школе. Или сейчас он уснул типа без сна и вспоминал тот сон? Или ему продолжение до прести... Что? Я не поняла логики. Вот что они пытались сказать вообще? У меня мало тревожило разумное объяснение ночным танцем. Куда важнее было чувство полета. Знание о том, каково висеть над пиками величественных сосен и скалиться на луну. Прости, задумался. А, он задумался. А почему он сонный был? Ну хотя он задумался. Ну, может быть. Ладно, хорошо. Будем считать, что он просто задумался и вспоминал сон. Слышал уже про Катю? Пропала, что ли? А? Оп! Я произвел взгляд на пустующее место впереди. Катя пропала. О, да-да-да, вон висит. Сон как рукой с него я недоверчиво нахмурился. Как пропала? Будь не может. Ну, я понимаю, что ты как бы паришься, потому что ты впечатлительный и всё такое, но у тебя же Катя висела, по идее. Да. Ох ты, божишки. Внимание, пропал ребёнок Смирного Катя, 12 лет. Смирного Катя, 12 лет, ученица 6-го В-класса. Последний раз Катю видели днём, 19 января, на школьном дворе. Приметы. Рост 1,55 м. Глаза зелёные, волосы светлорусы. Гудощавого телосложения. Не была одета в куртку с капюшоном на меху. Взятую вязаную шапку с помпоном, белый шарф и перчатки. Особые приметы брошь на шапке в виде цветка. Все, кто может сообщить информацию о местонахождении Кати, просьба звонить или в милицию, или маме. А ты думаешь, это прям пипец поможет, да? Спасибо, вы прошли третий эпизод визуальной новеллы. Зайчик искренне благодарен вас за то, что приобрели игру на раннем этапе разработки. Все собранные средства будут направлены на продолжение игры. А теперь, а теперь мне придётся лезть прямиком за четвёртым эпизодом. Вот. Потому что я об этом до стрима не... Ой, до стрима говорю. Да, все привет при отрасляции до записи ролика не позаботилась. Зато честно. Вот. И тогда буду вынужден с вами сейчас попрощаться. Пойду скачу четвёртый эпизод и записывать вам второй ролик. Что ж, заходите в описание, там есть две полезные ссылки. Первая ссылка на мой телеграм-канал, где я что-то говорю о своей жизни, но по большей части говорю про этот ютуб-канал. Про выходы роликов, про выходы стримов, про переносы, отмены, внеплановые какие-то штуки. В общем-то, всё можете посмотреть там. И вторая ссылка, это ссылка на все серии по Зайчику. Плейлист. Такая ссылочка есть под каждой игрой. Можете смотреть и наслаждаться. Вот. И, конечно же, не забывайте про подписку, про колокольчик, про лайки, про комментарии. Ну, я вас всех люблю. С вами была Диламус. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok